Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, авторы Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 1041. В школе 50% учащихся занимаются в спортивных секциях. Из них 6% поют в хоре. Сколько процентов учащихся школы одновременно занимаются спортом и поют в хоре? Итак, мы не знаем с вами, сколько всего учащихся было в школе, поэтому не знаем, сколько учащихся занимается спортом, но знаем, что их количество составляет 50% от всех учащихся. Это первый шаг нашей задачи. Второй шаг. Если бы мы с вами узнали, сколько учащихся занимается спортом, то, зная, что из них в хоре занимается 6%, мы бы нашли с вами, сколько учащихся занимается в хоре. Зная третий шаг, сколько всего учащихся в школе, сколько учащихся занимается в хоре и спортом, мы бы нашли, сколько это процентов. Поскольку мы ничего с вами не знаем, то можем с вами ввести переменную х. Все начинается с количества учащихся школы. Пусть в школе учатся х учащихся. Запишем. Заполняем краткое условие. Теперь мы знаем, сколько у нас всего учащихся в школе. Это составляет 100%. Спортом из них занимаются 50%. Как найти, сколько учащихся занимается спортом? Для этого можно 50% представить в виде десятичной дроби. А это будет 0,5. Потому что 1% составляет 0,01. Значит 50%. 50 делим на 100. Получаем 0,5. И теперь, чтобы найти, сколько учащихся занимается спортом, нам нужно х умножить на 0,5. Мы получим с вами 0,5х. Запишем. Тогда спортом занимаются 0,5х учащихся. Итак, первая часть задачи закончилась. Переходим ко второй задаче. Спортом мы нашли, сколько занимается учащихся. Заполняем. 0,5х учащихся. В хоре из этих спортсменов занимаются 6%. Поскольку в хоре занимаются часть учащихся, которые занимаются спортом, то можно написать в хоре и спортом. И их количество составляет 6% от спортсменов. Точно так же представим с вами 6% в виде десятичной дроби. Это будет 0,06. И умножим эту дробь на количество спортсменов. А в хоре 0,06 умножаем на 0,5х. 6х5, 30 и отделяем запятой 3 знака. Получаем 0,03. Я запишу 0,06 умножаем на 0,5х. 6х5, 30. У обоих множителей есть знаки после запятой. У первого множителя 2, у второго 1. В сумме 3. Поэтому мы отделяем запятой 3 знака. 1, 2, 3. И ставим запятую. Перед троечкой ставим 0. И в целой части у нас тоже будет 0. Так мы получили 0,03. 0 на конце после запятой можно откинуть. И дописываем х. А в хоре мы пропустили с вами глагол «занимаются». Поэтому ставим тире 0,03х учащихся. Заполняем табличку. Итак, в хоре и в спорте у нас 0,03х учащихся. И переходим к третьей части. Всего учащихся в школе х. В хоре и в спорте 0,03х. Как узнать, сколько это процентов? Для того, чтобы найти процентное отношение, мы с вами, тех учащихся, которые занимаются и в хоре, и в спорте, разделим на количество всех учащихся и результат умножим на 100. 0,03х разделим на х и результат умножим на 100%. Так находится процентное отношение двух чисел. Сокращаем дробь на х и получаем 0,03х, нужно умножить на 100. Запятую передвигаем вправо на два знака, получаем 3. 3% учащихся занимаются в хоре и занимаются и спортом. Давайте напишем занимаются, спортом и поют в хоре. Все, мы решили задачу. Ответ. Поскольку мы с вами написали подробный комментарий, то ответ запишем просто 3%. Все, мы справились с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.